Казанский федеральный университет по программе молодежного и студенческого туризма посетили 19 студентов Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета, а также двое сотрудников этого вуза. Для них была организована встреча с представителями Департамента по молодежной политике КФУ, на которой им рассказали о том, как в Казанском университете организована работа со студентами. Проекты будут следующие. Это студенческий марш победы, это студент года Казанского федерального университета, лучшая академическая группа и проект военно-патриотический «Один день в армии». Также будет представлена карьерная траектория студентов Казанского университета и также штаб студенческих отрядов КФУ. После окончания встречи представители Алтайского государственного университета смогли посетить музей истории Казанского университета и музей имени Николая Лобачевского. Конечно, экспонаты самые разнообразные, начиная от геологических, заканчивая историческими. Но мне, как историку, конечно, больше всех произвело впечатление. Это студенческий путь Владимира Ильича Ленина. На тот момент это студент Ульянов. Конечно, было очень интересное восстановление как революционера и особенно в стенах Казанского университета, откуда его отчислили. И, возможно, это как раз стало отправной точкой к его революционной деятельности. Напомним, что программа молодежного и студенческого туризма, запущенная в 2021 году, направлена на создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи в России. Ее участниками являются более 150 российских вузов. Амир Ахтямов, Универньюз. Ахтямов, Универньюз.